Друзья, всем привет! Сегодня у нас 28 сентября. Хочу заранее извиниться за то, что в этом видео не будет живого звука, поскольку меня подвел мой микрофон, и я вынуждена записывать этот звук поверх видео. Сегодня я решила поехать в магазин Озмол, как вы видите. Вот он, такой вот необычный в виде, знаете ли, летающего корабля. Да, огромный магазин, больше, чем галерея, больше, чем СБС. Не знаю, как в сравнении с Мегой, но мне кажется, что даже больше, чем Мега. Хороший магазин, мне он нравится тем, что там очень много разных отделов. Там кинотеатры, там каток, там фудкорт, разные магазины одежды, развлечения, ну всё есть. Вы наверняка обратили внимание, что я засняла сцену. Так вот, сегодня, как оказалось, проводился розыгрыш от Озмола. Разыгрывали автомобили, но я об этом не знала, да и в принципе я не особо вот этим всем интересуюсь. Но люди, как я понимаю, они покупали что-то, обменивали потом свои чеки на купончики и потом следили за выигрышем. Я потихонечку зашла в, собственно, сам магазин через центральный вход. Вот, именно к этому входу подъезжают все маршрутки. Добиралась я на 77 маршруте. Он идёт через весь город, очень удобно, можно добраться. Проезд также 28 рублей. Также ходят и другие маршрутки, там стэц, ещё какие-то. Вот я также засняла для вас вот это вот. На остановке кофе продают. Люди активно покупают кофе. Ждут автобус, приезжают и уезжают. Огромная, большая, бесплатная, что очень важно, парковка перед магазином. С погодой очень сегодня нам повезло. Прекрасная погода, солнечная, более-менее тепло. В кофте, вот как я сейчас, вы видите, одета, футболка, кофта. Было комфортно и, блин, ну лучше погода, чем предыдущие дни. Я не снимала, конечно, для вас, но было пасмурно, был дождь. А этот денёк нас порадовал. Выходные хорошие, начало выходных отличное. Ну и когда я зашла, собственно, в сам магазин, я удивилась большому количеству людей. Ну, огромная очередь, которая, на тот момент я не понимала, куда они стоят просто, ну куда. Потом уже стало ясно, что люди стоят для того, чтобы обменять свои чеки для участия в розыгрыше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как было сказано ранее, есть в Узмоле каток. Ну вот где вы реально видели, чтобы в магазине был каток? Я каждый раз удивляюсь, но это очень здорово для тем более южного города. Есть возможность детям покататься, взрослым. Ну, на тот момент в основном катались там дети. Была девочка, которая использовала такую, не знаю, как сказать, каталку, не знаю, правда, которая помогала ей ездить. Она, видимо, не умела кататься, и это было ей как помощь. Вот. Наблюдать за детьми, вот ты здесь сидишь, дети рядышком катаются, ну все здорово. Знаете, правда, для людей. Наверху у нас там был боулинг, кинотеатр, другие развлечения, ну все есть в Узмоле. Также есть у нас окей, можно затариться там продуктами. В Узмол очень часто приезжают люди из других районов Краснодарского края, закупаются одеждой, едой, техникой и уезжают к себе обратно. Когда мы ездили на море в 2015 году, мы также заезжали в Узмол, покупали там вещи и ехали к себе обратно домой. Вот. Поэтому Узмоле я, конечно же, не первый раз, и он мне нравится вот всегда за покупками. Если есть время, то только туда. Значит, у нас также на втором этаже есть фудкорт. По пути вот детские развлечения, такой городок. Потом вот я прошлась около этого фудкорта. Разные рестораны, кафешки, суши, пицца, Макдональдс, Бургер Кинг. Ну все есть, все, что вы захотите. Тут я тоже немножечко перекусила. Вот. Ну все сделано для людей. Это очень здорово. На фудкорте, несмотря на то, что сегодня было много народу, были свободные места, люди не отказывали, когда я там просила, можно к вам подсесть, допустим, потому что нигде больше места не было, да. Все всегда такие, да, конечно, у нас свободно, садитесь, пожалуйста. Вот. Видно было, что приходят сюда люди с детьми, то есть с семьей, проводят здесь свои выходные. То есть походили, пошопились, пошли перекусили, продолжили. Ну вот так вот. Вот так можно, допустим, провести свой выходной. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я, в общем, взяла себе пиццу в Дар. Пицца, она так вроде и называется, да. И заметила, что там для студентов при предъявлении студенческого билета будет скидка 10%, а также сотрудником магазина, поэтому если вы сюда приходите, не забывайте свой студенческий, будет вам счастье. Я повторюсь, я не была в курсе того, что за мероприятие проходило сегодня в Возмоле. И когда я закончила все свои дела, я направилась к выходу, чтобы благополучно поехать домой. И каково было мое удивление, друзья, когда я увидела огромную кучу людей, идущих на встречу. И я уже тогда понимала, что да, видимо, закончилось это мероприятие, и все ломанулись в Возмол. И когда я подошла к центральному выходу, я очень удивилась, потому что были остановлены вот эти входы, крутилки, вертелки. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как они правильно называются. Двери, что ли? Вот, не знаю, честно, вот. И люди толпами пробирались через эти двери туда-обратно, ну, больше, конечно, людей заходило в Возмол. Здесь я также засняла процесс, как я пробиралась, как я выбиралась из самого Озмола. Это толкотня, давка, ну, честно говоря, немножечко, наверное, непродуманно. Потому что такой огромный магазин, всегда такой поток людей. И если мероприятия, то какие-то, ну, маленькие входы можно было бы сделать, наверное, что-то более умное. Не знаю. Ну, в общем-то, я вышла, и я удивилась ещё больше, потому что я увидела ещё больше поток людей на остановках. Я сразу задалась вопросом, а, собственно, ну, как я-то домой сейчас поеду, понимаете, да? Ну, вы сами видите, сколько народу стоит на остановках. Люди, как селёдки в бочке, продолжают запихиваться в эти автобусы. Всем надо домой. И я думаю, ну, если я туда зайду, вы понимаете, я оттуда не выйду, потому что мне станет плохо, меня прижмут, и я не выйду на свои остановки. Меня там на конечной обнаружат. Шутка, конечно, да, но в каждой шутке то ли правда. Учитывая то, каким образом я добиралась днём до магазина, эта ситуация могла возникнуть. Тут я как бы засняла вот сам процесс, как люди заходят вот этими толпами в 77-ю маршрутку, там, на ТЭЦ, которая идёт. Вот, ну, шок, честно. Рядом со мной стояла женщина, и она такая говорит, ну, что-то вот колесо даже как-то прогнулось под тяжестью. Да, наверное, можно было ещё людей затолкать. Я так, знаете, про себя думаю, мне кажется, слишком уже и так много. Это может быть с улицы, казалось бы, да, что народу не так много, но на самом деле внутри это же дискомфортно. Вы же понимаете, что автобус будет ещё ехать, всех будет трясти, все будут дышать друг на друга, нечем будет, в принципе, дышать. Не знаю, к чему эта женщина сказала, вот это добавила, но я считаю, что вот реально маршрутка была просто переполненной, ну, чересчур, правда. И тогда я увидела слева от меня, как стоят подаль эти же автобусы, да. И я думаю, хм, на остановку некоторые автобусы приезжают уже с людьми, они сидят. Я думаю, ну, они, наверное, должны выйти, да, как бы они приехали в измол, но нет. Они просто сидят, народ набивается, и автобус уезжает. Оказывается, маленький лайфхак для вот таких вот ситуаций, да, на случай каких-то мероприятий. Посмотрите, где стоит автобус, где он начинает своё движение. Он стоит не на остановке, но он подбирает людей. Я тихонечко дошла до этого места, до этой маршрутки. Там ещё было несколько буквально человек. Водитель открыл автобус, дверь открыл. Мы сели спокойненько. Я села у входа, чтобы было потом удобнее выйти мне. Ну и, собственно, всё. Никакой давки, да. Он потом подъезжает, и это куча народу. Я бы просто, честно, ну не смогла бы доехать. Я бы в обморок упала, и всё. Меня потом откачивали бы. Вот. Такой вот лайфхак маленький. Чтобы вы понимали, насколько много было народу в это время, мы, чтобы выехать с территории, получается, Озмола, да, мы стояли 25 минут. В пробке из машин, выезжающих с магазина. Просто потом, когда выехали, уже ехали по трассе к Краснодару. Я смотрю на правого кошка. Там просто всё стоит. Машины стоят. Ничего не двигается. Ну, как бы, вы понимаете, да, мы 25 минут стояли, люди то же самое там стоят, все ждут, когда же ему ехать. Вот. Это ещё не весь народ, ещё народ в самом Озмоле, да, попёр туда. То есть, ну, как бы, колоссальное количество людей было в этот день. Какие я итоги могу подвести? Ну, честно говоря, мне показалось, что сегодня в Озмоле была давка, особенно на входах-выходах и на вот остановках, да, когда все залазили в общественный транспорт. Как считаете, власти могли что-то сделать или хотя бы организаторы этого мероприятия, они ведь понимали, что будет много народа, они могли что-то предпринять? Могли бы там попросить у администрации побольше транспорта, да, чтобы люди могли уезжать как-то? Мне кажется, что что-то можно было бы сделать. Ну, а на этом всё. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч! Спасибо! Пока!